Я родился в небольшом украинском городе Александрии, Кировоградской области, в 1904 году. Семья у нас была большая, шестеро детей, мать не работала, жили мы на заработок отца 30 рублей в месяц. Октябрьскую революцию семья встретила с огромной радостью. Когда была установлена советская власть, отец, мать и старшие мои двоюродные братья включились в активную борьбу за ее упрочение. В 1918 году на Украину вторглись немецкие захватчики. Началась расправа над советскими людьми. Я видел, как немцы расстреливали жителей города за сочувствие советской власти. На моих глазах пытали и кололи штыками моего больного отца. Тогда-то и вспыхнула у меня жгучая ненависть к захватчикам. В феврале месяце 1920 года, когда через город проходили на фронт части Красной Армии, я вступил добровольцем в ряды Красной Армии. Службу начал во 2-м кавалерийском полку 8-й червоноказачьей дивизии. В 1922 году меня откомандировали в Симферополь на курсы красных командиров. По окончании курсу вернулся в дивизию. В 3-й кавалерийский полк был старшиной 2-й сотни. В 1924 году уехал на учебу в Украинскую кавалерийскую школу имени Буденного, Кировоград. Учился там 3 года. Это были годы напряженной учебы, общественной работы. Я был комсомольским секретарем школы. Был также избран депутатом городского совета. В 1925 году вступил в партию. Закончил кавалерийскую школу в 1927 году и был назначен командиром взвода 61-го кавалерийского полка особой кавалерийской дивизии. Много учил своих подчиненных, но продолжал и сам учиться. В 1939 году окончил военную академию имени Фрунзе и получил назначение начальником штаба 15-й кавалерийской дивизии. А потом командиром 65-й стрелковой дивизии в Забайкалье, где и застала меня Великая Отечественная война. Начало войны было для всего советского народа очень тяжелым. Фашисты подошли к Москве и во все горло кричали о скором падении столицы. В конце октября 1941 года был получен приказ погрузить дивизию в эшелоны. Нас повезли на запад, и мы были уверены, что едем защищать Москву. Но неожиданно на одной из станций перед Куйбышевым, куда в то время были эвакуированы многие наркоматы и другие правительственные учреждения, эшелоны остановились. Прибывший офицер доложил, что меня вызывает заместитель начальника генерального штаба генерал-майор Захаров Матвей Васильевич. Я прибыл в Куйбышев. Товарищ Захаров сказал, что 65-я стрелковая дивизия будет принимать участие в параде 7 ноября. Мы разгрузились и начали готовиться к параду. 7 ноября 1941 года дивизия торжественным маршем прошла перед трибуной, на которой находились Михаил Иванович Калинин, Климент Ефремович Ворошилов, Андрей Андреевич Андреев и другие руководители Коммунистической партии и Советского правительства. Парад принимал маршал Советского Союза Ворошилов. Это был не тот обычный праздничный парад, к которым мы привыкли. Это был парад готовности советских воинов отстоять завоевание Великого Октября и разгромить врагов. На следующий день 8 ноября перед отправлением на фронт бойцы и командиры дивизии прибыли на Куйбышевский стадион «Спартак». Из двух грузовых автомашин соорудили импровизированную трибуну. На нее поднялись Михаил Иванович Калинин и Климент Ефремович Ворошилов. Первым к уходящим на фронт бойцам обратился маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов. С огромным вниманием слушали все бесстрашного солдата революции, героя гражданской войны Климента Ефремовича Ворошилова. Он говорил о смертельной угрозе, которая нависла над советской родиной, о предстоящих трудных боях и испытаниях, о том, как надо воевать, чтобы наголову разбить врага. Мне никогда не забыть выступление Михаила Ивановича Калинина. Стоял страшный мороз, ветер дул в лицо, микрофонов, конечно, не было. И Михаилу Ивановичу говорить было очень трудно. Голос его был негромкий, и чтобы услышать его, бойцы, как по команде, придвинулись вплотную к трибуне. Михаил Иванович Калинин говорил, дети мои, сыны мои, я обращаюсь к вам от имени правительства и народа. Хорошо воюйте, беспощадно громите врага, истребляйте его немножко. Вот вы. И правой рукой Михаил Иванович сделал жест в сторону одного из бойцов. Немножко вот вы. Жест в другую сторону. А в итоге получится много. Родина ждет от вас полного разгрома, взорвавшегося врага ждет победы. После Михаила Ивановича Калинина своим красноармейцем и командиром с краткой речью обратился я. Я говорил о том, что нас ждут тяжелые испытания, и мы готовы к ним. Пусть Родина знает, пока в груди каждого из нас бьется сердце, пока руки могут держать оружие, мы никогда не сделаем и шагу назад. Мы будем уничтожать оккупантов, чтобы ни одного из них не осталось на нашей священной земле. Сразу же после митинга на Куйбышевском стадионе 65-я стрелковая дивизия погрузилась в эшелоны. Перед отправкой на фронт у меня состоялась встреча с представителем генерального штаба. Под большим по военному времени секретом он сообщил мне, что мы направляемся под Москву. Но сражаться на подступах к Москве дивизии не пришлось. Только разгрузились на Красной Пресне первые четыре эшелона поступила команда снова занять места в вагонах и снова в путь. Миновали Подмосковье, Ярославль, Вологду. Неожиданно эшелоны остановились. Я вышел осмотреться. Ночь. Местность незнакомая. Прямо в километрах в двух виднеется лес. Через некоторое время разыскали помощника железнодорожного коменданта, который сообщил, что дальше движения нет. В восьми километрах немцы. Я приказал дивизии выгрузиться из эшелонов, а сам решил сориентироваться на местности, определить, какие населенные пункты вблизи, где наши войска, а где противник. Вызвал командира разведывательного батальона и поставил перед ним такую задачу. Но у нас не было ни одной топографической карты. Связи с какой-либо частью не было. Дивизию никто не встречал. Я с начальником штаба дивизии под полковником Котиком достал газету, а на платформе к этому времени собрались мальчишки. Я подозвал ребят и стал их подробно расспрашивать, какие вблизи населенные пункты, сколько, примерно до них километров. Мальчишки охотно отвечали на все вопросы. На газетном листе появились станции Новый двор и другие населенные пункты. Сориентировали эту самодельную карту по странам света, нанесли на нее Тихвин, Острочу и ряд других населенных пунктов. А затем командиру разведывательного батальона было приказано уточнить эти сведения, определить местонахождение противника. К полудню была установлена связь с обороняющимися частями 44-й дивизии. Получены данные о расположении и силах противника. Началась подотока к боевым действиям. После захвата фашистами Тихвина Ленинград оказался в кольце блокады. Единственная железнодорожная артерия Тихвин-Волхов, по которой доставлялись грузы к Ладожскому озеру, оказалась в руках врага. Прекратился подвоз боеприпасов вооружения. Городу угрожала голодная смерть. В связи с этим Ставка Верховного Главнокомандования приняла срочные меры для усиления сражавшихся на этом направлении войск 4-й армии. Ее состав являлась 65-я стрелковая дивизия. На следующий день состоялась короткая встреча с командующим 4-й армии товарищем Мерецковым генералом армии. Прежде всего он спросил в чем нуждается дивизия, что нужно мне как командиру. Я ответил карту мне нужно. Сейчас это многим показалось бы удивительным, но в ту трудную пору карта была моей главной нуждой. Кирилл Афанасьевич обстоятельно ознакомился с обстановкой, указал позиции соседей, а затем сказал положение угрожающее. 44-я дивизия сдерживает натиск врага, но скоро придется и вам вступить в бой. Что вы думаете предпринять первую очередь? Я сказал побывать на передовой. Командар ответил не сразу. Потом сказал были уже не первые случаи, когда командиры дивизии полков на переднем крае попадали под обстрел врага впервые и погибали. Поэтому его замешательство мне было совершенно понятно. Но я был убежден, что лучше рисковать жизнью одного, чем жизнью тысячи людей. Товарищ Мерецков прекрасно это понимал. Он участник войны в Испании из Белофиномы. Он по личному опыту знал насколько важно когда на врага ведет солдат обстрелянный командир. Поэтому помедлив генерал армии Мерецков согласился. Не зря в народе говорят не зная броду не лезть в воду испытайте этот брод. По ходам сообщения а где и по открытому полю я вышел на изрезанную окопом передовую. Несколько раз меня обстреливали бомбили но обошлось все благополучно. Своими глазами увидел обстановку изучил оборону противника. Вернувшись в передовой обо всем доложил товарищу Мерецкову. Он предложил мне на завтра отправить на передний край всех командиров полков и батальонов чтобы и они увидели все своими глазами. с обстрелянными командирами Красноармей чувствует себя увереннее. Чтобы восстановить движение на участке Тихвин-Волхов в ноябре декабре 41 года было проведено контрнаступление наших войск под Тихвином. Главный удар наносился из района Тихвин на Будугач силами 65-й стрелковой дивизии. Дивизия к этому была подготовлена. У меня до сих пор сохранилась сводка того времени в которой говорилось в ожесточенном сражении за Тихвин особенно отличились 305-й стрелковый пол 44-й стрелковой дивизии 65-я и 191-я стрелковая дивизии. В эти дни подготовки к наступлению большую работу проводили командиры политорганы коммунисты. Вспоминается такой момент вечером накануне наступления я вернулся из подразделений мне адъютант подал почту там оказалось небольшое письмо это было обращение работниц фабрики красное знамя они писали защитникам Ленинграда идите смелее в бой презирая смерть отстаивайте свой родной город свои дома счастье своих семей знайте что каждый из нас проклянет труса сестра отвернется от брата который стал отступником покинул верный ему пост мать проклянет сына если он будет думать не о победе а о том чтобы спасти свою шкуру жена будет с презрением и стыдом думать о муже который в страхе за свою шкуру бросает боевое оружие открывает врагу дорогу дезертирует дети откажутся от такого отца в конце письма давался наказ друзья товарищи во имя победы идите на решающий бой разгромите подлых фашистских извергов с вами мы все вся наша великая страна каждый советский человек наутро письмо обращения работниц было доведено до каждого бойца бойцы командиры политработники дивизии поклялись город Ленина был есть и будет советским начал наступления 19 ноября к 9 декабря Тихвин был взят советскими войсками указом президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 41 года 65-я стрелковая дивизия за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество была награждена орденом Красного Знамени а я орденом Ленина через несколько дней после освобождения Тихина мы получили письмо со штампом правительственное в нем говорилось ввиду завязавшейся между нами личной связи а в соответствии с этим особого интереса к вашим боевым делам от души поздравляем славных бойцов и командиров по случаю награждения дивизии орденов Красного Знамени обещание данное вами 8 ноября на общем сборе дивизии в городе Куйбышеве храбро сражаться с врагом беспощадно уничтожать фашистских захватчиков очевидно личный состав выполняет с честью у нас твердая уверенность что вы впредь будете с нарастающим успехом хромить врага и впишите еще много героических страниц в свою боевую историю сердечным приветом к бойцам командирам и политработникам вперед на врага на его территорию М. Калинин К. Ворошилов 18 декабря 1941 года город Москва это письмо вызвало большой боевой подъем дивизии ее бойцы командиры с честью пронесли свое боевое знамя через всю Великую Отечественную войну В мае 1942 года я принял командование 24-й гвардейской стрелковой дивизии которая была выведена из первого эшелона в деревню Вяжище Маловишерского района в эти дни дивизии было вручено гвардейское знамя бойцы поклялись под гвардейским знаменем беспощадно громить врага и свою клятву они сдержали неувядаемой славой покрыли себя бойцы и командиры дивизии в Синявинской операции наступая в направлении деревни Дубровка на соедине с частями Ленинградского фронта дивизия за три дня боев прошла семь километров и перехватила железную дорогу Мга Шлюценбург и вышла на юго-западный берег озера Синявинское гитлеровское командование стремясь восстановить утраченные позиции вело в бой свои резервные части а также части предназначавшиеся для наступления на Ленинград контратака врага следовала одна за другой В один из дней на батальон гвардии старшего лейтенанта Будкевича враг бросил восемь танков и около полка пехоты Бронебойщики младшего лейтенанта Чуракова подпустили вражеские машины на близкое расстояние и подбили двое из них Три танка уничтожила батарея противотанкового оружия старшего лейтенанта Байгарина Контратака была отбита враг отступил с большими потерями 20 контратак врага выдержали за день гвардейцы 71-го стрелкового полка погибли командир полка подполковник Моторичев и комиссар полка майор Амелин но бойцы выстояли фашисты несли огромные потери но продолжали бросать в бой новые силы и авиацию которая беспрорывно бомбила боевые порядки дивизии в течение всего светлого времени суток 21 сентября 42-го года создалось критическое положение вследствие значительного отставания левого соседа из слабой обороны на левом фланге враг просочился на коммуникации дивизии в районе Гайтолов прекратилась доставка питания и боеприпасов необходимо было срочно предпринимать какие-то меры распоряжением штаба Болгарского фронта было приказано всем войскам отойти на занимаемые ранее рубежи под прикрытием одного стрелкового полка и учебного батальона дивизия вышла из боя затем 24-я стрелковая дивизия была выведена в резерв ставки и вошла в состав 2-й гвардейской армии где и участвовала в заключительных боях по ликвидации окруженной нашими войсками группировки врага в районе Сталинграда 2-й декабря 42-го года мы прибыли на станции Лох Иловля в начале дивизии была поставлена задача во взаимодействии с другими частями уничтожать окруженных в Сталинграде гитлеровцев так была сформулирована конечная цель и в листовках военного совета 2-й гвардейской армии но пока мы выгружались совершали марш обстановка под Сталинградом чрезвычайно обострилась фашистские войска группы армии Дон под командованием генерал-фельдмаршала Манштейна на которого Гитлер возлагал огромные надежды создали на Котельниковском направлении почти трехкратное превосходство в танках и начали развивать прорыв к 6-й армии Паулиса разгромить Манштейна и не допустить его соединения с окруженной армией Паулиса было поручено 2-й гвардейской армии чтобы успешно выполнить эту задачу надо было упредить Манштейна в захвате рубежа на реке Мышков дело в том что хотя это небольшая речка глубина ее была не более полуметра ее северный берег был крутым и высоким и это создавало естественную преграду вражеским танкам командующий 2-й гвардейской армией Родион Яковлевич Малиновский приказал срочно нашей дивизии выдвинуться вперед не на Сталинград а на Котельниково остановить немецко-фашистские войска разбить их и не давая опомниться преследовать части дивизии шли и ночью и днем совершая за сутки по 40-50 километров на подходе к деревне Нижнекумская стали встречаться наши отходящие подразделения чтобы разобраться в обстановке я выслал вперед разведку скоро появилась группа из 6 человек идут прямо на меня один в Бурке шагает с трудом когда подошли ближе узнал товарища в Бурке это был сослуживец мой по 61-му кавалерийскому полку Алексей Шарагин он был контужен с трудом произнес что он отходит последним сзади никого нет я приказал немедленно подтянуть дивизию выделив два полка в первый шалон сосредоточились в лощине у крутого берега реки мышков наступил вечер а с наступлением темноты особенно в зимнее время немцы как правило прекращали активные действия располагались по населенным пунктам на ночлег вот эту аристократическую праведушку немцев мы решили использовать за несение внезапного удара по врагу к этому времени возвратились разведчики лейтенант Ковальчук доложил что противник готовится утром начать наступление было решено атаковать ночью я вызвал командира 3 батальона 70 гвардейского стрелкового полка капитана казака и командира 2 батальона 72 стрелкового полка капитана Тимошева казаку поставил задачу ночью ворваться с батальона в нижних кумской и захватить хутор а второй батальон 70 стрелкового полка должен быть на готове и в случае необходимости идти на помощь батальону капитана казака действия батальона казака были в готовности поддерживать 50 гвардейский артиллерийский полк и 26-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион наступление началось ночью 20 декабря внезапно противник был застегнут врасплох воспользовавшись этим рота лейтенанта Кречета скрытно выдвинулась к окраине хутора с его фланга выбила гитлеровцев из окопов ворвалась хутор а за ней и все роты батальона завязался бой на улицах и в домах но Нижнекумская ночной атакой была взята к утру 21 декабря вся дивизия заняла Нижнекумская утром 21 декабря Манштейн приказал контратаковать части дивизии но Нижнекумскую он бросил свыше 40 танков и мотопехоту бой принял ожесточенный характер и закончился успешно 72-м гвардейским мотострелковым полком и 50-м артиллерийским полком за время боев я не раз был очевидцем подвигов совершаемых нашими советскими солдатами но здесь мне хочется вспомнить и рассказать о подвиге лейтенанта Кулдышева в разгар боя на взвод противотанковых ружей лейтенанта Кулдышева прорвалось несколько танков один танк Кулдышев подбил из противотанков ружья но сколком снаряда ему оторвало правую руку тогда Кулдышев выхватил левой рукой гранату и бросился с ней под танк танк был подбит и остановлен ценой собственной жизни гвардии лейтенанта Кулдышева который загородил путь врагу за этот подвиг он посмертно награжден орденом Ленина внезапное ночное наступление дало ошеломляющие результаты было захвачено 65 танков уничтожено много живой силы и техники враг был отброшен на 16-17 километров замесел Гитлера прорваться группировкой Манштейна на выручку 6-й армии Паулюса не удался активными действиями 2-й гвардейской армии и снова бои походы фашистские армии под ударами советских войск откатывались все дальше и дальше на запад Весной 1944 года 63-й корпус которым я начал командовать был направлен на освобождение Крыма Наши войска к этому времени форсировали Севаж и заняли небольшой плацдарм Гитлеровцы прочно сидели в межозерном дефиле Предстоял штурм корпус действовал на главном направлении и готовился к решительному наступлению Через Севаж доставляли снаряды оружие велась тщательная разведка Коммунисты укрепляли наступательный дух солдат Наступление 63-го корпуса с плацдарма на Севажском направлении началось 7 апреля после мощной артиллерийской и авиационной подготовки и в первый день атаки была прорвана первая полоса обороны противника и занята высота 33,3 С утра второго дня наступления была введена подвижная группа фронта в составе 19-го танкового корпуса и мотострелковой дивизии В состав корпуса была снова введена 77-я стрелковая дивизия 63-й стрелковый корпус совместно с 1-м гвардейским стрелковым корпусом 51-й армии а также 2-я гвардейская армия с перекопского направления развили успешное наступление во всей полосе 4-го украинского фронта были освобождены 51-й армии Джанкой Симферополь Бахчицарай и почти вся Инкерманская долина попытка взять сходу Сапунгору успеха не имела войска корпуса как и вся 51-я армия приступили к подготовке атаки Сапунгоры Севастополя и всего Крымского полуострова со всеми войсками 4-го украинского фронта Севастополь вошел в историю многих войн в 1854-55-х годах англичане и французы 11 месяцев штурмовали город в 1841-1942-м годах гитлеровцы 265 дней наседали на Севастополь но так и не овладели Сапунгорой наши войска оставили ее когда было принято ставкой верховного командования решение на эвакуацию Севастополя теперь предстояло освобождать нашим войскам Севастополь со стороны Сапунгоры штурм готовился тщательно проводили в тылу учения солдаты учились штурмовать крутые высоты закалялись физически велась большая политическая работа по инициативе коммунистов каждой роте выдали красные флаги было большой честью первым водрусить красный флаг на вершине горы бойцы корпуса после длительной артиллерийской и авиационной обработки позиций врага бросились на штурм Сапунгоры артиллеристы минометчики тащили орудия и боеприпасы на руках когда до вершины оставалось 200-300 метров ожили огневые средства врага они косили бойцов прижимали их к земле нужна огневая поддержка артиллерии но она не может быть оказана боевые порядки настолько сблизились что огонь артиллерии неизбежно будет поражать наших солдат где выход как найти такую силу которая бы заставила хотя бы на несколько минут ослабить огонь врага атака захлебывается малейшее промедление и все сорвется надо будет организовать новую атаку а это новые жертвы потеря времени выход один надо штурмовать авиации но летчики донесли что израсходовали все боеприпасы а ждать невозможно тогда через наводчика авиации при корпусе я обращался лично к штурмовикам эскадрильи по радио все что есть до единого штурмовика пусть летает и штурмует без боеприпасов пусть угрожает позициям врага и вот видим эскадрилья за эскадрильей своем пикирует на цапун горой фашисты жмутся к земле прячутся в укрытие оставляет огонь это как раз и нужно нам бойцы корпуса воспользовавшись замешательством врага ворвались в ее траншеи меньше 12 часов потребовалось нам чтобы овладеть цапунгарой которую фашисты считали неприступной враг был сокрушен за двое суток через некоторое время гвардейцы вступили в Севастополь многие бойцы и командиры корпуса были награждены за штурм цапунгары орденами и медалями мне было присвоено высокое звание героя Советского Союза после ликвидации гитлеровских войск в Крыму я приказом ставки Верховного Главнокомандования был назначен командиром 71-го стрелкового корпуса 31-й армии 3-го Белорусского фронта 31-й армии командовал генерал-полковник Глаголев а 3-м белорусским фронтом генерал-армии Черняховский атака всех войск 3-го Белорусского фронта началось 23-го июня 44-го года корпус участвовал во всех боях фронта при освобождении Орши Гродно Лида форсировал Неман успешно атаковал восточно-прусскую границу вплоть до овладения немецким городом Гальдапом генерал-фронт и столицей восточной Пруссии городом Кенигсберг укрепление которого фашисты называли мельницей смерти Десятки лет здесь возводились крепостные стены строились подземные форты казематы на холмах Кенигсберга было возведено 24 форта со скрытыми бетонными позициями в нескольких километрах от города проходила внешняя линия укреплений форты располагались справа берега реки Прегель окаймляли город и выходили вновь на Прегель замыкая круг они были насыщены громаднейшей техникой только главный калибр форта король Фридрих Вильгельм был равен калибру линейного корабля Софортами проходили бесконечные линии траншей проволочных заграждений противотанковые рвы надолбы минные поля В долговременной обороне были подготовлены все здания города Сходу эту крепость не взять Надо как-то перехитрить фашистов По приказу фронта и армии в дивизиях были созданы штурмовые группы Их возглавляли коммунисты старший лейтенант майоров лейтенант Соколол Пиво Бутенко и другие Чтобы вскрыть систему огня и характер укреплений врага 5 апреля 45-го года после огневого налета артиллерии и миномета была проведена ложная атака Цель была достигнута Посчитав это начало наступления враг раскрыл себя А 6 апреля после трехчасовой артиллерийской и авиационной обработки позиций врага войска фронта армии и всех корпусов прорвали южный фаз укреплений Кенисберба и ворвались в город Завязались уличные бои Враг поливал огнем из окон домов подвалов с крыш из воздосточных колодцев но ничто не могло остановить гвардейцев корпуса передовые подразделения прорвались к реке Прегель разрезавший город на две половины Корпус выполнил свою ближайшую задачу Вслед за передовым отрядом форсировали и все главные силы корпуса реку Прегель Штурмовые группы прорываются на противоположный берег Фашисты были окружены за два дня упорных боев всеми войсками Третьего Белорусского фронта Прусская Твердыдня Пала за вои Восточной Пруссии штурм крепости Кенигсберг и овладение военно-морской базой Пилау я был награжден второй золотой медалью Героя Советского Союза 24 июля на параде победы в Москве я командовал сводным полком Третьего Белорусского фронта послевоенный период командовал двумя армиями в Прибалтийском Приморском фронте был командующим войсками Сибирского Киевского военных округов главнокомандующей группой советских войск Германии был делегатом 21-22-23-24 съездов коммунистической партии на 22-м и 23-м съездах партии избирался кандидатом члены ЦК КПСС был депутатом Верховного Совета Литовской ССР Украинской ССР РСФСР и Верховного Совета Союза СССР Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова